Федя, с победой! Поздравляю! Сегодня у тебя две голевых. Это как-то компенсировало то, что ты не забил? Мне считают, что голевые передачи – это тоже очень классная часть футбола. Я рад, что я поучаствовал в обоих голах. Наша связка с Рифатом сработала теперь в обратном направлении. Я рад, что он забил дебютный гол. Я даже не знал, что это первый его гол. На самом деле самое важное – это победа. Для меня лично я очень рад вернуться. Казалось, что после того, как сборная России забила, киприоты воспряли и стали атаковать, понервничать. Заставили трибуны. Это так? Почему так случилось? Точно заставили понервничать. Я думаю, что мы играли на выезде. Это объективно. При своих трибунах они пошли вперед, захотели отыграться. Мы могли забивать в конце первого тайма второй гол. Я думаю, что это бы успокоило игру и мы бы полностью контролировали ее во втором тайме. Но как получилось, так и получилось. Что в перерыве говорил Валерий Георгиевич? Валерий Георгиевич говорил, что нужно не то, что не сбавлять обороты, а наоборот еще больше добавить, играть более агрессивно и, соответственно, более дисциплинированно. Ну и забивать. Перед выездом были опасения, что жара может помешать сборной России. Как сильно сказалось погода? Да, очень сильно сказалось. Играть в таких погодных условиях очень непросто, очень жарко, очень душно. Обезвоживание быстрее наступает. Поэтому я считаю, что удалось забрать три очка достаточно в тяжелом выезде. Следующий матч с Мальтой. Не будет недооценки? Недооценки не будет, потому что все прекрасно понимают, какой сложный отбор на этот чемпионат мира предстоит. И все прекрасно понимают о важности именно первого места в отборочной группе. Конечно, не будет. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!